Девушки отдыхают И узнать, сможет ли несчастная советская самоходочка тягаться с самоходкой, которую произвели легенды рынка вооружений, непобедимые, неподражаемые, неповторимые итальянцы. Естественно, поскольку Акация это советская техника, она должна быть в этой игре обязательно обосрана, потому что все мы знаем, что советская техника должна наголову уступать технике западной. Пусть даже, тем более, вернее, такой могучей военной державе, как Италия. Значит, в данном случае, в самоходке, УВН невозможно ограничиться дерьмовым УВНом и местами пробития, которые присущи советской технике в этой игре. То есть, потому что обе самоходки картонные, и, естественно, ствол вниз самоходки опускать просто незачем. Тут дело в другом. У Акации напрочь отсутствует сплэш. Ну и, то есть, сейчас большинство патриотов советской техники в этой игре напишут, ну зачем сплэш? Стреляй точнее, ведь Акация, она точнее, по легенде, она точнее и скорострельней. Вот, открыл, значит, я две вот этих вот таблички. Сейчас мы узнаем, кто тут точнее, кто тут быстрее, и попутно расскажу, зачем в этой игре сплэш. Значит, хочу заметить, что экипаж у обоих машин с двумя перками, то есть, они находятся в равных условиях. Немножко разные модули я поставил, ну, потому что разные ситуации, да, глупо ставить на танки для сравнения еще и одинаковое оборудование. Кстати, по-моему, на Пальмарии по уровню даже оборудование немножко просаживает, хотя нет, хотя нет. То же самое все второго левела. Вот, значит, смотрим. Бытует мнение, что Акация, САУ Акация, точнее, смотрим разброс. У Акации он 0.15, у Пальмарии он 0.13. Если что, то чем меньше, тем лучше, да, как это проверить? То есть, ну, что значит разброс 0.15, да, о чем это должно говорить рядовому обывателю? Ну, просто открываем какой-нибудь истребитель танков, который по определению очень точный, смотрим, что разброс у них 0.10, значит, чем меньше, тем лучше. Хопачки, выясняется, что у Акации и сплэша нет, и точности меньше. Вот это поворотище. Далее смотрим время перезарядки. 15.38 у Акации против аж 18.84 у Пальмарии. То есть, Акация заряжается на 3 секунды с копейками быстрее. Что же ей дает эта перезарядка на 3 секунды быстрее? Смотрим параметр урон в минуту. У Акации это почти 2000 дамага, а у Пальмарии едва и 2600. Однако при этом, если мы посмотрим выше на параметр урон, мы видим, что разница у него всего в 9 единиц. Тут не надо быть отличником по математике, чтобы понять, что нам втирают какую-то дичь. По поводу урона в минуту, значит, что это вообще за параметр такой урон в минуту? Каждая из этих самоходок в минуту может выстрелить по 6 раз. Ну, считайте, вот время перезарядки. То есть, обе арты вначале разряженные, допустим, да, они заряжаются, да, одна 15 секунд, вторая 18 секунд. Каждая стреляет 3 раза. В барабане у них время между снарядами 3 секунды. Это плюс 9 секунд, получается 24, да, например, у Акации. Она снова заряжает, снова стреляет, это еще 24, у нее 48 секунд уже. То есть, из-за 12 секунд она не успеет снова зарядиться. Ну, у Пальмарии, то есть, остается чуть меньше времени на перезарядку, но все равно она перезарядиться не успеет. Та же самая ситуация, если Акация и Пальмария начнут вот это соревнование по выстрелам с заряженными, да, то есть, они все равно одинаково выстрелов в минуту делают, у них нету такой охрененной разницы по времени. Урон в минуту. Итак, считаем, если берем вот этот параметр за основной по 6 выстрелов, каждый артоделает Акация в минуту, настреляет 1374 дамага, Пальмария в минуту настреляет 1320 дамага. Вопрос, что же это за цифры такие, да, урон в минуту, если, согласно вот этим цифрам, получаются совсем другие результаты. Давайте пересчитаем на максимально возможный урон от снаряда. 363 урона у Акации, у Пальмарии максимальный урон 322. Итого получится, что Акация за минуту накидает 2178 дамага, Пальмария накидает 1932. То есть, видимо, что это средний урон от топовых снарядов, что ли, 229, ведь так и не похоже что-то, то есть, на что-то в этой табличке надо переписывать. В общем, либо параметры урона надо брать средние от финального итогового снаряда, либо урон в минуту как-то пересчитывать, чтобы он стыковался с уроном из таблицы. Я не знаю. Ну, в общем, у меня получилось, что в среднем Акация дамажит больше Пальмарии, да, при топовом дамаге она будет дамажить на 200, нет, не на 200, на 140 дамага больше будет наносить, это по моим подсчетам, да, при этом у нее нету сплэша и она более кривая. Посмотрим, что у меня, значит, по личному делу на этой арте, причем еще хочу заметить, что сначала я выкачивал Пальмарию, а потом я играл на Акации, то есть на Акацию я перешел уже более опытным артоводом, то есть я уже привык к тому, что у меня в барабане 3 снаряда, что я узнал, что такое осветительные снаряды и так далее. Значит, ищем, вот, смотрим, Акация, средний урон за бой 1557, да, 62 боя, Пальмария боев, ну, побольше, урон 1898, то есть на сколько у меня средний урон на Пальмарии больше, ну, если вам интересно, можете посчитать. То есть в любом случае там что-то около 500, 600, 700, около 300, 300 урона больше. Как так? Средний урон на технике меньше по таблице, а в итоге урон нанес я больше, при том, что я играл уже более опытно на Акации, чем на Пальмарии. Дело в сплэше, да, опять-таки повторюсь, что у Акации сплэш говенный. И при этом, смотрите, калибр, калибр 152 мм у Акации, а у грандиозного сплэша Пальмарии, да, чей ствол вообще в кадр не вмещается, у нее калибр 155 мм, то есть 3 мм разницы калибра, которые решают вопросы насчет сплэша. Кстати, радиуса сплэша, я так понимаю, здесь нету. Может быть, вот это... Нет, это точность разброса. Это не разброс осколков. Короче, на что влияет сплэш, да, то есть если вы не попали прямой наводкой по танку, сплэш доносит сплэш, то есть именно сплэш решает, сколько дамага вы ему нанесете. Но дело даже, основная плюшка сплэша не в этом, что можно мазать, да, и стрелять мимо. Но основная фишка сплэша в том, что этим самым сплэшем можно вражескую арту выковыривать из-за камней, из-за маленьких домов, то есть вы кидаете свой снаряд где-то рядом, и осколки начинают выбивать дамаг из вражеской арты, чего на Акации делать невозможно, по причине того, что сплэша у нее просто нет. Вот так вот легко и непринужденно советская техника в очередной раз уступает на этот раз технике итальянской. Ну, такая вот беда. И многие пишут в комментах, что поиграл на Т-72, поиграл на Т-80, в итоге удалил игру. Блин, вы, честно, расстраиваетесь раньше времени, еще может быть все апнут, переапают. Черт его знает, как оно будет в будущем. Но пока вот так. Пока я придерживаюсь той линии, что советская техника в игре напрочь на каждом уровне, на всех позициях уступает западным аналогам. Ну, теперь, ладно, посмотрим, как оно в бою. Итак, предгорье. Пришлось дать себе маленько подразъехаться, потому что Бандикам почему-то не запустился сразу. Ну, на арте это, в принципе, не важно. Есть, конечно, карты Тихая река, где арту высвечивают сразу, там, на спуске, на таком, знают все уже ее позицию. На этой карте такой бороды вроде пока нету. Вот. Естественно, арта будет пытаться стрелять по арте. Это фетиш настоящий сейчас во всех командах. Не знаю, почему раньше такой бороды не было. Раньше арта спокойненько, без всяких договоров стреляла по танкам, а теперь арта возомнила себя карающей дланью. Ну, что ж, она хочет войны, она ее получит в Пальмарье. За этим камушком она не спрячется даже от такого днища, сплэшного, как Акация. Пытается она туда-сюда поездить. С понтом, типа, дофига-то помогает. Хочу заметить, что перк Хуана Карлоса Мирамона почему-то на этой карте опять не работает, да? После выстрела я не получаю бонус к подвижности. Кстати, с той стороны на месте Пальмарея я бы встал вот за этот домик. Я всегда там стою. Там вполне безопасная зона, но почему-то Пальмарея решила, что ей по кайфу ездить здесь, за камнями, за которые чемодан может перекинуть даже рахитичная бабуся. Ну вот почему-то опять вражеский ортопед не подается. Вот хороший признак, что вас мониторят, это когда вражеская орта вообще не стреляет. Вот она решила наконец-то в кого-то шмальнуть, в то время, когда я уже начал ерзать. То есть, акация чертовски долго сводится, поэтому Пальмарея успеет разрядиться к тому времени, когда я на нее сведусь, она уже успеет. То есть, если вы орту не пасли, можете не пытаться уже на нее переводиться, она успеет разрядиться до того, как вы сведетесь. А вместо того предлагаю накидать вот по этой троице трус-балбесы бывалые, которые стоят здесь прямо на спуске и мешают друг другу отъехать. Можно, в принципе, даже не светить, не подсвечивать цель. Они так плотненько там стоят в этой игре. Как мы знаем, если две машины притерлись друг к другу, они никуда не поедут. Я не знаю почему и когда это исправят. То есть, если один танк упрется в задницу другому танку, они не будут как бы как в улитках, да, один танк будет помогать другому ехать. Они оба замедлятся. Ну, собственно, после трех минут боя логичный счет 10-15. И, естественно, не в нашу пользу. Ибо сегодня явно не день Бэкхэма. Кто еще помнит эту олд-фажную мега-рекламу? Снова высвечиваем эту позицию, куда можно нормально накидывать. Вот Чифтан бы уже... В смысле, этот Челленджер бы уже загорелся. Чифтан более стойкий. Здесь вода, кстати, по-моему, не влияет на разлет осколков. Пальмария вражеская до сих пор пытается, по-моему, что-то набрасывать. Ну, сколько урона накидал? 500. 500 по мне. Я по арте не кидал, накидал 400. Да, 1400 практически. Тем более, если я перееду на этот край и начну стрелять здесь, сюда. Пальмария закидывать вроде как вообще не сможет. Ну, естественно, арта должна в идеале пользоваться в игре световыми снарядами не только для себя, но и для команды. То есть, если команда стоит, никого не видит, киньте световую. Пусть они по засвету хоть что-нибудь сделают. Ну что, летят сюда снаряды? Никт не летят. Ну, это 9.15. Это уже, естественно, слив. Тут уже делать, собственно, нехрен. Сейчас и за мной приедут, и не за мной приедут. Значит, где враги, скорее всего, здесь сейчас могут стоять? Я не знаю даже, насколько у них развита фантазия. За трупом? Нет, не за трупом. Ну, вот, чифтан я нашел. Сейчас буду сбивать захват, видимо. Набивать себе защитника. Хренак. И мы видим, что захват был, на самом деле, не на нем. Значит, кто-то за домом стоит. Нет. Бля, а кто тогда захватывает ба... Вот он. Главный герой. Захватчик. Бам. Вот видите, а Пальмарея бы достала. Вот Пальмарея бы сейчас сплэшанула. Ой, акация. 56 урона, еле-еле-еле-то. Там снаряд, наверное, должен был прям в упор к танку упасть. Чтобы вообще сплэш прошел. Абсолютно. О, горит. Донная. Донная арта. Дыма нет. Света нет. Один дым остался. Задымить их, что ли, там до смерти. Тут, естественно, через камни снаряд ни хрена никуда не пролетит. Никто светить больше никому ничего не будет. Мы же команда, никто никому ничем не обязан. Понятно, можно смещаться на другой фланг. Как бы базу берут. Но наша команда не унывает. Мы не такое переживем, да? Поражением больше, поражением меньше. Наугад стрелять я, естественно, не буду. Они сейчас, мне кажется, перестанут базу брать и пойдут в атаку. О, нетерпеливый Чифтан высунул свои щишки. Почему-то я в засвете. Даже с полным разбросом, кстати, сейчас повезло, я по нему попал. Некогда было сводиться. Мне кажется, что он меня уже выцеливать начинал. Здесь почему-то ни хрена не проехать. А, ну да, камешек же. Камушек же. О, обидно. Досадно, вот этот камень здесь лишний. Или у меня ствол не опустить. Я же советская арта, у меня же УВН дерьмовый, что же. Ну что, есть шанс прокинуть? Алканафт. Это, наверное, фанат Алканафтера. Нет, не долетело. Ага. Вот ХМ1 пришел по мою душу. Ну, здесь все было предрешено, потому что баланс рук не соответствовал даже 50-процентным шансам на победу. Но я накидал 2-300 дамага, в принципе, особо не запариваясь. Ну, для арты, на самом деле, на Пальмаре я накидал бы больше. Я вообще почему-то уверен. И тут результаты какие-то уж совсем что-то невероятные. На арте я разведчик. Но это указывает на то, что команду просто, я не знаю, сам Посейдон, наверное, со всего днища собирал. И еще 200 тысяч за поражение кредитов упало мне в карман. Ну, я второй в команде по дамагу. Пальмаре, которая меня вымораживала, весь бой 1700 набила. По нашим таракам. Вот, ладно. Давайте следующий. Может, больше повезет. Не, ну, разведчик на арте вы врубаетесь. Вот разведчик на арте. Вот реально у нас же были какие-то ББМ там. Что-то даже должно было что-то быть в команде. Неужели вот светить бы ВБЛ? Вот почему не ВБЛ разведчик? Почему арта разведчик? Как это просто, это позор, чуваки. Заметил такую странность, что иногда здесь карты начинают выпадать просто подряд. Одна и та же карта может выпадать раз по пять. Причем в другие дни ее вообще не видишь. А потом она хренак начинает просто раз за разом. И смотрите, кто пересел на арту. Алканавт, чувак. Это же я кидал по тебе чемоданы в прошлом бою. Кстати, тут арта 8-го левла вызывает такой бомбеж пердаков, что иногда чувак, которого ты в предыдущем бое закидал чемоданами, в следующем попадает с тобой в одну команду и тимкилит тебя. Я уже с этим сталкивался. Настоящие петухи. Им даже похрен, что этот бой они проиграют без артиллерии. Главное, отомстить хотя бы так. Хотя бы, ну, насколько хватает крутизных мелких яичек. Чувак, только не домашь меня на своем корыте. Алканавт тоже предпочитает, видимо, прятаться за этим зданием. Сейчас мы, видимо, тут вдвоем и засядем. Ну что, может, попытаемся арту вражескую выцелить? Я, конечно, не фанат дамажить вражескую арту в начале боя. Я предпочитаю дать ей расслабиться, показать, что она мне неинтересна. Но в то же время есть мой напарник, который, видимо, с самого начала может начать запугивать, портить мне рыбалку. Поэтому разницы особой нет. О! Ага! Немножко не понял. А, вот. Откуда он? Хренак. Мне кажется, что он стреляет по моему союзнику, а попадает по мне. Что-то у меня есть такое подозрение. Я не знаю, как он прохавал, что я тут стою. Так, куда же он мог отъехать, интересно, здесь? Ну, выше по дороге только если... Ну, тут дом не дает... А, он меня высветил, что ли? Что-то я вот это провафлил. Ну, начинается это. Арта против арты. Крайне весело, крайне продуктивно. Опять-таки, фора, как я уже говорил, на стороне Пальмарии абсолютная. Да что ж ты остановился-то? Вот, все-таки подъехал. Да что ж такое-то? Наш шанс добить его! Цель уничтожена. Я снова получил немножко чемоданчиком по башке. Ничего страшного. Ничего страшного. Пока арта живая, может стрелять. А, вон он куда залез, смотрите. Мне туда и ствол-то не задрать. Это какое-то новое читерное место, я про такое и не знал даже. Вот, смотрите, вот я кидаю туда чемодан. И что будет? Нет, ничего не будет. А, ну, 56 дамага, но это пиздец. Пальмария в том месте, если бы кинула, она нанесла бы, наверное, раза в три больше. Потому что у нее, в отличие от меня, есть сплэш. Тут нас, наших на фланге, просто изнасиловали. Вот видите, смотрите, вот взрыв произошел, но вообще рядом. И что? И ничего вообще не задело. На самом деле, это будет сейчас, блядский слив, потому что нам сейчас зайдут просто в тыл и уничтожат. Вот, приходится покидать укрытие, выезжать, блядь, на открытую местность, где вообще ловить нечего. Плюс до того, что команда вафельная. Вижу цель. Ну, смотрите. Вот, максимум, на что можно рассчитывать, и попасть ей чуть-чуть по заднице попал. А вот потом она отъехала, и все, что я смог нанести, это 63. Ну, это пиздец. В то же время, смотрите, мы им тоже фланг продавили. Нихреново так. Достижение С. Стоит Элгета Леопард, что-то зевает, надо его взбодрить немножко чемоданом. Почему-то Акация вообще не рвет гусеницы врагам, несмотря на то, что у меня взят перк на повреждение узлов. Я убрал эту Украинку из командования, поставил Мирамона, чтобы... Ну, потому что пишут, что у той бабы, типа, не работают перки. Но я вам скажу, что у Мирамона они работают не лучше. Точно так же, через жопу. Вот этот навык, дави на газ, он, серьезно, на половине карты вообще не функционирует, особенно на арте. Ну что, они по мне кидают, нет? Не по мне, вроде. Сейчас Стингер и доберет 72-ечку, а я следующий буду. Попадание, бля, 54 урона, это что за попадание такое? Задолбал это Акация. Это не Акация, это Кокация, бля, я базарю. Ну что это? Ну, Стингер и легкий танк, ёпты. Попал, почти прямой наводкой, чтобы что, блядь, чтобы нанести 54 дамага, да я, блядь, в трубу шатал, это просто невозможно. Реально, эта арта, она проходная корыта, я не знаю, на форуме есть, конечно, темы, где говорят, что Акация лучше, чем Пальмария. Блядь, да чем она лучше, это пиздец, полная не артиллерия. Ну, серьезно, САУ, Пальмария намного более дамажная, эффективная и более интересная, чем Акация. Просто потому, что Акация советская, поэтому она должна быть говном. Короче, серьезно, один из, единственный, один единственный плюс Акации, то есть к Акации, это то, что на ней разблокируются гидроскопические стабилизаторы, или как там называется это оборудование. Вот, сама техника абсолютно неинтересна. Вот, насколько с удовольствием я проходил, прокачивал Пальмарию, да, выходил на ней в бои, дамажил там, а из артоводов я, знаете, в боях вижу где-то, наверное, один раз из десяти. В одном бою из десяти, если не меньше, да, если не больше, вернее, в одном из пятнадцати я вижу, что кто-то на арте надамажил больше, чем я. Это очень редко бывает, поэтому я, 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 артовод-то думаю авторитетный, в принципе, на че скромничать. Но, блядь, Акация говнища, вот, серьезно, либо вы режете, режете Пальмарию, да, до уровня такого же говна, либо аппайте Акацию, потому что, ну, серьезно, вообще она ни в какое сравнение не идет со своим итальянским аналогом. А советская техника, как и российская, как мы знаем, не ведает аналогов и опережает западные образцы на десять-пятнадцать лет. Ну, вот, опять подкараулили, блядь. Эта Пальмария меня разозлила, я, сука, ее сейчас специально вздрючу. Там одна у них как раз в оффлайне, а вот эту активную я сейчас расхерачу. Она думает, что вот она за камушком стоит и, типа, такая вся охуеть неуязвимая. Зачем-то мы сдаем назад, потом мы зачем-то едем вперед, выезжаем из-за камня, правильно. Ну, опять же, сплэш Акации, он не позволяет выковыривать вражескую арту из-за камней, я уже говорил об этом, что это... Это, блядь, дохлый, дохлейший номер, это вот Акация, вот на Пальмарии можно охотиться за артой. На Акации, блядь, невозможно это делать, просто потому что Акация это говнище. Она вот чисто вот по танкам пострелять, пощелкать все это в потолок возможностей этой самоходочки. И то, видите, только мимо, блядь, сразу 60 урона, ёпта, уметь. Единственный шанс дамажить на этой арте, это делать прямые попадания, да. По вражеской арте, естественно, прямое попадание сделать сложно, потому что давным-давно здесь арта уже научилась всё-таки отъезжать, переезжать, как-то маневрировать. Она пытается меня высветить, но я не знаю, сможет ли она сюда чемодан кинуть. В принципе, она, наверное, переезжает в это время сейчас. Попали. Вместо гусеницы разбил ему какую-то оптику галимую. Ну, судя по таблице урона, я что-то мало как-то дамажу. Так, она там, она смело начинает уже высовываться, потому что, видимо, мой коллега на пальмарии по ней вообще не стреляет. В общем-то, у меня есть такое подозрение, что ему это неинтересно. Единственная моя отдушина, это два вот этих МБТ, по которым я могу накидывать по 200 дамага, потому что они близко стоят, да. Фугасы здесь летают медленно, поэтому чем ближе враг, тем по нему проще попасть с прямой наводкой. Ну, вот я 1700 уже накидал, да, значит, что к концу боя, ну, где-нибудь 2000 будет точно. Две, даже три, наверное, если вот еще 72-ка, видите, приехала отведать моих фугасов. Но ее пальмария отпугивает. Не могу прямой наводкой по ней стрелять, придется сплэшевать, да, стрелять рядом. Но, зная, что на советских танках вафельные борты, да, сделаны из обертки от конфет, в принципе, можно сплэшевать, стрелять прямо если в упор рядом. По советской технике вот сплэш хорошо заходит, по остальным вот вообще не очень. Особенность, хули. Вот МБТ вылез опять с балкона, думает, что тут ему будет лучше. Оно почему-то, арта опять не смогла, вот арта почему-то не может, смотрите, туда закидывать. С трудом как-то это надо, насколько дальше было у него целиться, чтобы арта смогла на балкон снаряд закинуть. Ну, естественно, слив, да, на акации, на акации, на к акации у меня что-то сегодня вообще одни сливы. Я специально докачивал экипажа, да, чтобы второй перк взять, чтобы поставить их в равные условия машины. И это были, это была череда просто бесконечных сливов, каких-то отвратительных вообще. Хоть сколько дамага накидывай. Бум, перелет, отлично. О, наш клиент. Не наш клиент. Я не знаю, почему она сводится так долго. Серьезно, если у нее нету сплэша, она должна сводиться была моментально. Но у нее сведение, как будто я в картоху снова играю на, это, блядь, ГВ Тигре, гребаном. На ГВ Тигре, ептать. Просто вообще полчаса такое сведение, блядь, неебическое. Короче, надо что-то с этой акацией делать, она какая-то вообще ни о чем, честно говоря. Да, дамаг на ней накидывать получается, но на Пальмарии в таких же боях, вот реально, ну, я показывал средний урон. То есть, играет один и тот же человек, да. На арте как бы трудно играть как-то по-разному, играть на ней хуже там заведомо специально, да, это вообще смысла не имеет. То есть, и при этом средний дамаг на Пальмарии там выше на 350 примерно. А это очень много, потому что это средний дамаг. Вот, сейчас покажу специальные результаты, да, что, о, смотрите, бои подряд. Хит-парад, блядь, акации. Слив, 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 блядь, слив нахуй. Акация херачит. Ну да, я в топе по дамагу, Пальмария, естественно, в заднице, но это чисто по вине своих собственных ручонок. Вот, вражеская Пальма, которую по мне накидывала. Вторая у них вообще была ВФК. Но, собственно, у нас вон зато три аутиста было в противовес единственному их АФКшнику, да. Ну, давайте еще раз глянем. Может, что-то изменилось у меня в среднем дамаге на акации. 1574. 1900 на Пальмарии. Да, я не знаю, в чем проблема, да. Результативность 62-54, да. Ну, процент побед дерьмо и там, и там, да. Потому что от арты довольно редко зависит исход боя. Но она накидывает дамаг, да. Даже иногда фраги добирают, да. Вот, кстати, посмотрите, что на Пальмарии по фрагам тоже у меня как-то... Ну, не намного, но все-таки получше. То есть, все равно исход боя здесь решает, по-моему, не арта в основном, а те, кто остаются доигрывать бой. А арту-то вырезают чуть дальше середины, приезжает, говорит, машинка, и арту сливает. В общем, на этом все. Для меня, в общем, саввокация неприятная машина, как и все, блядь, советское в этой игре. Я не знаю, как им это удалось, но реально я испытываю огромное неудовольствие при игре на советской технике здесь. Я не знаю. Я еще не видел пока, что советский какой-то не играл, не имел удовольствия играть на каком-то советском танке, на котором бы игралось прям вот нормально. Прям вот хорошо. Ну, разве что, наверное, самые первые машины советские, там, да, до Т-64-ки, наверное, включительно, вот эти донные, они там на своем уровне, да, реально кумулятивами врага просто убирают на ура. Но все, что выше, это пиздец. Это машины, которые не имеют брони вообще никакой ни в одном месте. Пробиваются прямо в щеки башен, нижние листы, под башню, над башней, просто вообще всюду. Арта, советская арта, говеная, без сплэша, без точности, без всего. Как, зачем, за что, одни вопросы, вопросы, вопросы. Вот, и не надо говорить, что я начал делать обзор на арту и перешел опять на опсер Т-ветки. В общем-то, я художник, я так вижу. Естественно, да, могут люди найтись, которые скажут, ну, это все проблема рук. Я понимаю, что это проблема рук, но дело в том, что, хочу заметить, что сравнивать то, как, в том числе, параметр, да, как просто играть на танке. Вот, вспомните, как ХМ-1, который вообще никуда в лоб не пробивался. Ну что, на нем просто выезжаешь в бой, едешь и дамажешь, и тащишь. И на 72А начинаешь корячиться вниз, ствол не опустить, пробивается он вообще везде. То есть, да, конечно, виновата кривизна рук, что на Т-72А дамаг не набить. Естественно, это руки кривые, а не броня говно, естественно, вообще, кто же спорит, абсолютно. Так что на этом, на этом конец. Не играйте на Пальмаре. Я не знаю, ПЗ стоит вообще прокачивать, она, вот это, ПЗ-2000, это, она хотя бы не советская, она немецкая, да, поэтому у нее есть какие-то шансы быть нормальной артой по сравнению с паладином. Но я как бы был немного недоволен, да, в том, что у поставщиков топовая арта, это не наша, не Мста, не Мста-С, блин, не Коалиция, ничего такого, а какие-то ПЗ-2000 и паладин, что это такое. Но теперь я рад, что они хотя бы в этой игре, нет, нихрена, хотя бы в этой игре они не обосрут наши самоходки. Да, армата будет обосрана 100%, но хотя бы самоходки, хотя, может, они попозже введут еще 10-й левел. И, собственно, САУ Мста-С получит свою лопату, лопату какашек. Но лучше бы, конечно, до этого, я думаю, уже не дошло. От греха подальше надо вообще советскую технику выпиливать, пусть тут бьются только западные танки, лучшие в мире западные аналоги. В общем, ладно, третий раз прощаюсь, все, пишите жмите. Субтитры создавал DimaTorzok